Привет, я Дарья Чикрыгина и вы на моем канале. Здесь мы говорим про здоровье, про питание, про полезные привычки, лайфхаки, которые помогают оставаться здоровыми, бодрыми и энергичными, и при этом не тратить на это очень много времени. Мы говорим про восточный подход к здоровью, аюрведу, тибетскую медицину. И сегодня тема выпуска – чекап, как это модно говорить сейчас, или диспансеризация, плановое исследование организма, то, что нужно делать каждому человеку, который заботится о своем здоровье, хотя бы раз в год. И плохие новости, если вам уже 30, 35, 40 лет, и вы никогда не занимались этим, не сдавали анализы, не проходили УЗИ, то могут быть неприятные сюрпризы. Вот чтобы этих сюрпризов не было, не нужно бояться, что вдруг я пойду, у меня там что-то найдут. Так пусть лучше найдут на ранней стадии, когда это можно вылечить. На моем канале есть видео «5 стадий болезни», и там я наглядно говорю, показываю, рассказываю о том, что болезнь легче предотвратить или легче повернуть ее назад, когда она еще только зарождается, чем в тот момент, когда болезнь уже смешалась с органами и тканями, и начинается конкретно не очень хорошая ситуация. Сейчас вопрос к автолюбителям. Как часто вы проводите техническое обслуживание своего автомобиля? Регулярно. Замена масла, замена фильтров и другие процедуры, которые помогают автомобилю оставаться на ходу. Правильно, мы же за него деньги заплатили. Если он сломается, это сколько придется платить? Но почему-то никто не задумывается, что здоровый образ жизни или пресловутый ЗОЖ, как мы его называем, это инвестиция, которая постоянно растет в цене. Это та валюта, которая никогда не будет дешеветь. И каждый рубль, который вы вкладываете в свое здоровье, он постоянно увеличивается, постоянно растет. В январе я как раз прошла чекап и сдала анализы, прошла УЗИ, сделала исследование, посетила врачей, которые мне было необходимо. Я живу в городе Волгограде. На все исследования я потратила примерно 20 тысяч рублей. Много или мало, не знаю. Я не делала МРТ всего тела. Я не делала все анализы, все витамины, все микроэлементы, которые только существуют в таблице Неделеева. Я не делала УЗИ, всего чего только можно. Я прошла по своим слабым местам, которые я знаю, изучая себя, изучая свое тело на протяжении уже более 10 лет. Если вы никогда этим не занимались, есть базовый список анализа. Не надо сразу сдавать на 20, 80, 90 тысяч рублей. Сдайте базовый список анализов, который я прикреплю в описании. Посмотрите на результаты, покажите результаты специалисту, потому что даже если не горят результаты красным, даже если не стоят восклицательные знаки, ваше значение находится на минимуме или на максимуме от возможных, здесь уже можно заподозрить, что в организме начались какие-то процессы. И лучше их остановить сейчас, пока еще не горит красным. Когда анализы уже горят и пылают огнем, здесь уже нужно подключать более серьезные методы. И просто попить травки не всегда сработает. Почему мы так беззаботно относимся к своему телу, к своему здоровью? Почему мы жалеем, ой, 20 тысяч? А вот представьте, что у вас уже нашли какую-то болезнь и вам говорят, чтобы вам вылечить, вам надо заплатить 100 тысяч рублей. Иначе вам осталось не так много. Я думаю, ни у кого не возникнет мысли, что что так дорого, что подешевле нельзя было. Так вот, чтобы болезнь не ставила вас перед таким фактом, лучше инвестировать в свое здоровье сейчас, в том темпе, в том объеме материальных средств, временных затрат, которые вы сами планируете. Вы сами определяете, когда вы пойдете к врачу, расписываете свой бюджет, и это выходит не так накладно, как кажется. Другой момент, когда болезнь приходит сама, и она уже выкатывает вам условия. На лекарства столько-то, на прием столько-то, на УЗИ, МРТ и прочее столько-то. И здесь вы уже не спорите, а просто отсчитываете, находите, разбиваете копилку и так далее. Я выступаю за рациональный подход к себе, за рациональный подход к своему здоровью. Призываю всех здравомыслящих людей относиться к себе так же. Вспомните, как вы заботитесь о своем автомобиле. Вспомните, что вы через определенное количество пройденных километров загоняете машину, чтобы ее проверяли, меняли, исследовали. Потому что знаете, что если полетит тормозная система, будет очень дорого менять, лучше постепенно заменить какие-то расходные материалы, которые стоят не так дорого. С нашим телом в точности происходит то же самое. Лучше постепенно делать ТО, чем потом вам выкатят счет капремонт всего организма. Чтобы идти в ногу со временем, нужно уже сейчас принимать правильные решения касаемо своего здоровья. Вы не сможете создавать какие-то новые проекты, вы не сможете создавать новые продукты, достигать новых целей, если у вас не закрыт базовый физический уровень. Если у вас низкий ферритин, если у вас есть лишний вес, который вам мешает быть активным, о каких более возвышенных, о какой там цели, о миссии можно говорить, если физика, вот прям основа основ, она не закрыта. И тут выходит стандартный принцип, да, когда мы ставим цель на год, допустим, снизить вес или увеличить количество энергии, перестать сползать вот в таком положении с утра, когда мы поставили вот эту глобальную цель, потом ее разделили по месяцам. Что конкретно мы будем делать в каждый месяц? Не так, что мы в следующем декабре, вернее, в этом уже декабре посмотрим, что же мы там такого запланировали и решим, исполнилось или не исполнилось. Нет, так не исполнится. Нужно сначала поставить цель, потом подумать, а что в каждый месяц ради этой цели я могу сделать? Например, похудеть на 10 килограмм за год, это значит, что нужно худеть менее чем на килограмм в месяц, а в неделю получается 200 грамм, 200 грамм это один десерт, от которого вы откажетесь. Все реально, когда это прописано, когда это распланировано, поэтому проще сейчас вложить в себя и каждый рубль, вложенный сейчас в качественную еду, в исследование, в массаж, в отдых. Отдых – это тоже влияет на наше здоровье, потому что мы живем в стрессовом мире, когда мы все куда-то бежим, все куда-то спешим, и отдых вообще загоняется на дальний план. Все вот эти копеечки вы можете оценить через несколько лет и посмотреть. Придет весна, все будет ясно, кто чем занимался, кто какие блины ел. Поэтому я призываю не жалеть на себя, потому что если уж мы жалеем на себя, на себя самого ценного, что остается делать с другими моментами? Когда мы стремимся к здоровью, мы тем самым покупаем себе самую дорогую и качественную жизнь. Поверьте, вас не будут радовать бренды, дорогие сумки, дорогие машины, если вы не можете встать с постели. Ну, мало в этом радости. Предлагаю пока еще начало года проставить приоритеты, обязательно вписать туда здоровье, обязательно пройти базовое хотя бы исследование, если никогда это не делали. А если вы регулярно это делаете, поделитесь в комментариях, что включается в ваше исследование. Знаете ли вы свои слабые места? Например, мое слабое место – это щитовидная железа. Я ее постоянно исследую, я делаю УЗИ, я сдаю кровь. А мое слабое место – это анемия, которую я постоянно восстанавливаю, соответственно, я знаю уровень ферритина и уровень гемоглобина. Какие ваши слабые места? Зачем вы смотрите? И что не получается восстановить? Делитесь в комментариях, буду рада с вами пообщаться. Спасибо за внимание. Смотрите новые видео. И не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok